Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность для граждан, не сообщивших о преступлении в соответствующие органы. Какое наказание грозит за такое правонарушение, нам рассказали в Одинцовской городской прокуратуре. Законодателям в статье 205 прим. 6 Уголовного кодекса Российской Федерации закреплена за несообщение о преступлении. Состав преступления образует несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщение о преступлении, о лице либо о лицах, которые по достоверным известным сведениям готовят, совершают или совершили хотя бы одно из преступных деяний террористической и экстремистской направленности, посягательство на жизнь государственных деятельностей, вооруженные мятежи и иные преступления, ответственность за которую предусмотрена статьями 205, 205-1, 205-2, 205-3, 205-4, 205-5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 Уголовного кодекса Российской Федерации. Не могут быть привлечены к установленным законам уголовной ответственности по данной статье супруги или близкие родственники лица, готовящиеся или совершившие соответствующее преступление. Кроме того, к уголовной ответственности по данной статье не могут быть привлечены в силу пункта 7 статьи 3 Федерального закона от 26 сентября 1997 года номер 125 о свободе совести и религиозных объединениях священнослужителей в случае сообщения им о преступлении на исповеди и адвоката, если соответствующие обстоятельства стали им известны в связи с обращением за юридической помощью или в связи с ее оказанием в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Федерального закона 31 мая 2002 года номер 63 об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации. Не сообщение о преступлении наказывается штрафом в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, либо принудительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок. Редактор субтитров А.Семкин